На улице сегодня уже так похолодало, что-то пока готовила кушать, пока... Ой, садила рассаду, страшное дело, холодно стало, поэтому белить я уже сегодня не хочу. Что делает наш Николай? Что же он, чем он тут таким занимается? Не надо меня снимать. Ой, это у нас что, пилка какая-то. А, это мы завтра будем деревья пилять, правильно Николай? Да. Да, и что ты такое делаешь? Не скажу. А ну скажи, пожалуйста, нам, чтобы мы все понимали, что ты такое делаешь? Тебе не холодно? Нет. Ой, я так замерзла, кошмар, кошмар какой-то. Так, короче, надо что-то еще сделать, да? О, мы сегодня, наверное, обрежем еще розу, правильно? Да. Пока она почки не пустила, не распустила, мы пойдем и обрежем розу. Но только для этого мне нужна твоя помощь. Зачем? Ну как зачем? Ну надо, чтобы ты засняла, я же не могу и снимать, и розу срезать. Давай, давай, давай. Итак, вот у нас такая она летом распускается, такая шикарная, здоровенная. Вот кто-то ее сломал, бессовестный, вот, и она тут засохла. Это старые ветки тоже, ну, поудалять надо. Здесь вот при корне зелененькое, а вот это уже все засохло, может быть, вымерзло, может, еще чего. В общем, эту мы, наверное, обрежем. Да, эту мы обрежем и аккуратно иголки будут, чтобы не это выкинем. Выкинем. В общем, вот эту ветку будем пытаться размножать, так как показали в интернете. Вот, так как я вычитала, высмотрела. Только я не знаю, как ее лучше обрезать, Коль. Вот так где-то? Наверное. Я сам не знаю. Вот я не знаю. А знатоки? Не, ну у нас же, помнишь, мы когда пообрезали ее полностью, она такая пушистая получилась, красивая. Давай где-то вот так вот ее обрежем, наверное. Правильно? Давай. Мы ее вот так вот обрежем. Так. Вот таким вот образом обрежем. Замелькой? А, немножко, да. Потом я ее возьму, приду чем-нибудь другим поможу. Но пока миста так, чтобы она, бедная, не сильно плакала. Уже укололась. А теперь вот эту штуку мы будем делать из нее черенки. А, какая она колючая, слушай, капец. Осторожно. Это уже Даша, да, когда убирала, сломала? Угу. Вот тут оно еще как, живое? Короче, мы будем использовать все подряд. Вот этот кусок не будем использовать. Где-то вот отсюда. Я его вот так выкину. А из этого попробуем что-то сделать. И, естественно, потом результаты как бы покажем. Сейчас я его нарежу на кусочки. Вот. Ну, сейчас все покажу, в общем, на стол пола. Итак, вот у нас есть эта палка. Нам нужно ее нарезать на 30-40 сантиметров. Ну, так было сказано. Кстати, сразу же говорю, что я так еще ни разу не делала. Поэтому буду, потом покажу, что получится. Может быть, и не получится. Правильно, правильно. Так, сейчас мне нужно на 30-40 сантиметров эти вот штуки порезать. Так, главное, чтобы поднимать, где вверх, где вниз. Начнем, наверное, отсюда. Где-то вот так. Я не знаю, такую большую можно палку или нет. Мы будем надеяться еще нижнюю. Раз. А мы еще такие ножницы. Короче, на три штуки я их сделаю. Где-то. Вот так вот это. Ну, и эту, наверное, где-то вот так. И три. Вот это вверх. Что-то она, мне кажется, внутри какая-то. Или это так и должно быть? Да. Что да? Должно быть или должно быть? Откуда я знаю. Вот и я не знаю. Ну, короче, в общем, мы нарезали. Мы проверяем. Это все вниз, а это все вверх. Теперь сказано, нужно обломать эти все колючки. Для удобства? Ну, вообще, скажем, нет, не для удобства, чтобы с них ничего там не росло, короче. Ну, это так говорили. Обламываются? Нет. Хорошо? Хорошо. Давай, такой, я их на кучку сложу, чтобы потом меня это все надо. Ой, у меня хорошо обламываются. Слышь, только они мне как-то у скорой обламываются. Так должно быть? Да, ты сейчас знаешь. Я их уже не знаю. А, я уже, по-моему, поймалась. Как-то у меня слишком много колючек почему-то. В общем, короче, сейчас мы это дело пообламываем все. И будем дальше что-то делать с ними. Да. Ты не выключай. Потом удалим. Так не хватит. Места. Места не хватит, Зая. Так. Почки, вернее, почки. Ну, да, тут были почки. Почки я тоже пообрывала вот так вот. И вот эти иголочки все пообрывала. Вот у меня получилось три палочки такие. Ну, правда, одну пришлось укоротить. Она немножко у меня сломалась почему-то. В общем, все я же верю. Все я это проверяю только. То есть, если в рассаде я уверена, я сажаю каждый год так рассаду, то в этом я не уверена. Делаю так первый раз. Так что потом покажу, что получится. И, значит, что сказано. Взять вот какую-нибудь тряпочку. Вот я взяла тряпочку такую вот. Ее нужно смочить. Смочить нужно в нехлорированной воде. То есть, в воде, которая отстоится там или в колодезной воде. Ну, вообще, надо ее смочить хорошенечко. Вот таким вот образом. Хорошенечко смочить. Вот таким вот образом. Все, смочили. Отжать немножко. Чтоб она была, ну, вот такая вот, чтоб не сильно мокрая. И не сильно мокрая, короче, не сильно сухая. Разлаживаем. Разлаживаем все это дело сюда. И теперь нам нужно... А теперь нам что нужно? Теперь нам нужно взять вот эти вот штучки. И взять корневин. Вот такой, как я вам показывала, что я покупала. И теперь... Да. И теперь мне нужна еще водичка. Ой, цирк на дручке. И вот водичка. Так, тряпочку мы намочили. И низ вот этой палочки надо мочить водичку. Потом ее сюда в корневин хорошенечко. Вот таким вот, видите, образом. И укладываем. Укладываем где-то вот так вот. Сантиметров 10, говорилось. Да, сантиметров 10. Это 15. Да? Да. Ну, я думаю, нормально будет. И вот так вот проворачиваем. Проворачиваем. Теперь делаем то же самое со следующей. Ой, как холодно. Ребята, она улица. Я уже думала, лет она стала. Март месяц я уже разделась. Вся такая деловая. И опять проделываем то же самое. Так вот ее вставим. И опять вот так вот проворачиваем. Так. И следующую самую манюсенькую то же самое делаем. Так. Корневин этот. Вот таким вот образом. Ну, и немножко вот так, наверное, потому что она самая манюсенькая. И опять проворачиваем. И теперь вот это уже все берем и хорошенечко до конца заворачиваем. Вот. И вот так. И вот я подготовила пакетик. Говорят, нужно вот так вот взять в пакетик. И хорошенечко, чтобы эта тряпочка все это спряталась сюда. Вот таким вот образом. И по идее должны здесь прорасти корешки. Недели через три. Да, недели через три должны прорасти корешки. Вот. Положить нужно в тепленькое место, чтобы было прямо, да, сколько он сказал? 24 градуса вроде бы. А, значит, градусов не помню. Ну, в общем, тепло, чтобы было. Я положу это все дело возле своей батареи. Не на батарею, конечно же, а возле батареи положу. Пускай оно лежит. И посмотрим через три недели, что там будет. И я так подозреваю, ничего не было сказано, конечно, но я так подозреваю, что нужно будет сюда через недельку воды немножечко капнуть. Чтобы, наверное, не сильно мокрая было, но немножечко воды капнуть. Но мы ее плотненько пока закрываем. Я думаю, может быть, если она будет плотно закрыта, то тогда вода никуда не испарится, в принципе. Ну, в общем, эту штуку я пошла нести к батареи. А, кстати, кстати, кстати. Вы корневин этот никуда не девайте, потому что вот его можно будет разбавить с водичкой и пополивать даже комнатное растение, то есть ваши цветочки. Или уже взять, допустим, если в частном доме живете, этот, черная смородина, крыжовник, вот это все, прямо под корешки можно будет развести. Тут даже написано, как, чего. Развести и пополивать сейчас, чтобы корнышки становились сильнее, крепче и, в общем-то, не болели всякими болячками. А я пошла. Чуть не забыла скользать. Краяти, которые вот... Ой, блин, чуть не дожила себе. Нужно залить то ли воском, то ли вот эта специальная смола. Ну, у кого смолы нету, то хотя бы воском. Как сказать, их вот так, типа, немножечко прижечь. Блин, я сейчас и на стол наляпаю, и на везде. Ну, ничего страшного. Это же семена-сего воск. Заставь дурня богу малойся, да? Е-мое. Сейчас все будет в этом. Сейчас я их сожгу. Это точно корней не будет. Так, ну, в общем, вот, короче, как-то так. Как-то так. Да, там было все складывалось. Что получилось, смотри. Да? Запечатала. Запечатала. Ну, в общем, теперь мы ложим возле батареи. Я положу, ай, возле батареи у себя там, вот, в комнате. Я думаю, надеюсь, я надеюсь, что розочка наша пустит корешочки, потому как роза очень красивая. Я найду, кстати, фотки, и мы в это видео вставим фотки, какая вот эта роза. Блин, она просто шикарная. Ой, ну, что могу сказать, ребята. День был, ну, не так уж, чтобы сказать, что все легкий. О, собака просится, тоже хочет сниматься. Садись. Мы, может, что-то сегодня для кого-то новое показали, может, что-то, кто-то уже знает, может, кому-то показалась наша съемка смешной, может, кто-то, я не знаю, осудит нас, может быть, наоборот, кто-то скажет, вау, молодцы. Ну, в общем-то, оказалось, что не так уж просто это все дело снимать, не так уж просто это дело все монтировать. Да, Николай, особенно Николай этим делом занимается. Вот. Кстати, хотела одно уточнение внести сегодняшний день. Помните, я говорила, что мой Николай встает в 8 часов утра. Эй, потом он меня такое устроил. Какой я в 8 встаю? Я в 6 встаю? Да, он встает в 6. У него рабочий процесс начинается в 8. Извините, потому что, когда встаю я, я сразу же включаюсь в рабочий процесс. То есть мне хватает там, ну, полчаса я попила кофе, там, я не знаю, привелась я в порядок, могу уже что-то делать. Когда просыпается Коля, у него единственное, он в 6 просыпается, будет Дашу в технику, но сейчас на практику, правда, и потом у него свое личное время, как он это называет. Он там играет в танчики, да? В танчики. А, ну да, монтирую. Танки. А, танки. Танки, танки. Так, монтирует видео иногда, ну, в общем, занимается, короче, всякой фигней своим личным временем, своим личными делами. Поэтому просыпается он в 6, не в 8, в 6. Это я такая всякая, просыпаюсь в 10, вот. Но я думаю, сейчас начинается весна, начинается лето, солнышко раньше в окошко заглядывает к нам, потому что у нас как раз комната, там, где солнце всходит, и поэтому он так классными мучиками своими нас зацепает, нашу как раз кровать, что хочется просыпаться раньше. Я думаю, будем просыпаться раньше, будем показывать больше. Извините, это только второе видео, если что-то не так, что-то, может быть, да, что-то, может быть, не так сделали, не так показали. Ну, в общем, как-то вот. Кому нравится, ставьте пальцы вверх, кому не нравится, вообще, лучше ничего не ставьте, сразу уходите с нашего канала. А вообще, надеемся на то, что будете ставить пальцы вверх, поддерживайте нас, потому как, ну, очень-очень, да, кстати, тяжело показывать свою жизнь, без всяких помарок, без всяких, да, там, всего такого. В общем-то, ребята, давайте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Я думаю, будет очень-очень много всего интересного. Пока-пока!